Официально ЛИД в Литве был введен в обращение 1 октября, но фактически 2 октября 1922 года. Банкноты печатались в Англии, Чехословакии и Германии. Монеты 1925 года также чеканились за границей. Монеты 1936-1938 годов чеканились в Каунасе. После присоединения Литвы к СССР с 25 марта 1941 года ЛИД был заменен советским рублем. После восстановления независимости в качестве платежного средства использовались временные деньги, общие талоны, вагнорки, по фамилии премьер-министра Литвы того времени Гидеминаса Вагнелюса. 1 октября 1992 года они были объявлены единственным законным платежным средством. Второе название вагнорок – «жверюкай», «зверушки», на которых были изображения представителей фауны Литвы. В 1992 году выпущены талоны нового образца, меньшего размера и с другим рисунком. Вагнорки отличались примитивностью изготовления и низким уровнем защиты от подделок. Литв выпущен в обращение 25 июня 1993 года. На купюре «Один лид» на лицевой стороне была изображена Юлия Ажимати – оборотная сторона, деревянный костел святого Иосафата в Палуше. Юлия Ажимати – литовская писательница, прозаик и драматург. Начиная с первых рассказов, изображала крестьянскую жизнь, прежде всего семейные отношения. Отразила в прозе фактически все стороны и злободневные события тогдашней литовской жизни. Различные типы ксензов отмечала несоответствие между проповедью и материальными интересами. Помещиков осуждала за плохое обращение с работниками и неумение хозяйствовать. Крестьян резко критиковала за распущенность, пьянство, зависть, мстительность, предрассудки. Положительными героями выступают распространители нелегальной литовской печати, просветители, страдальцы за идею. На родине писательницы действует мемориальный музей. Именем Юмати названа одна из улиц Вильнюса. В Вильнюсе, в сквере на проспекте Гедеминоса, был установлен памятник. Юмати – единственная женщина, которая была изображена на литовских банкнотах, но самого низкого достоинства – один лит. И изъят их из обращения в 1998 году, когда банкноты 1, 2 и 5 литов были заменены монетами. Купюра 2 лита. Лицевая сторона – портрет литовского писателя-просветителя Матеуса Валанчуса. На оборотной стороне – вид на Таракайский замок. Матеус Валанчус – литовский писатель-просветитель, историк и епископ. По инициативе епископа Валанчуса в 1858 году в Юрбакасе при костеле возникло общество трезвости. Вскоре трезвенное движение охватило всю Ковенскую губернию и начало распространяться в Веленской и Гродницкой губерниях. В Литве общество трезвости включали около миллиона человек. Общество трезвости создавалось при костелах. Мужчины клялись на алтаре или иконе Девы Марии не употреблять алкогольных напитков и следить за тем, чтобы этого не делали другие прихожане. Нарушителей наказывали, запирали в колокольни и пароли. В костелах заводились книги со списками трезвенников. Общество трезвости образовывалось без разрешения властей в обход запрета давать какие-либо клятвы помимо присяги царю, нанесли значительный ущерб винокуренной промышленности и доходам казны. Купюра 5 литов. Лицевая сторона – портрет отца литовского литературного языка Йонаса Яблонскиса. Оборотная сторона – скульптура «Литовская школа Пятра Саримши». Йонас Яблонскис – литовский языковед, текстолог, переводчик, отец литовского литературного языка. Издал грамматику литовского языка, синтакс из литовского языка, учебник литовского языка. Разрабатывал нормы литовского литературного языка, сыграв важную роль в его формировании и в переходе к нему от диалектных форм литовской литературы. Опубликовал окончательную версию литовского алфавита. В городе Мариамполе установлен памятник. 10 литов. Дизайн купюра изменяла три раза. На банкноте 10 литов выпуска 1993 года заметно изменены контуры Северной Америки и Европы. На лицевой стороне летчики Дариус и Геренос, наоборотный – самолет Литуаника. Американские летчики литовского происхождения Стяпанас Дариус и Стасис Геренос в 1933 году пытались установить рекорд дальности полета. Вылетев из Нью-Йорка и удачно перелетев в Атлантический океан, они разбились при невыясненных обстоятельствах, когда до конца маршрута Каунаса оставалось менее десятой части пути. Этот перелет считается одним из важнейших событий в истории Литвы XX века. 20 литов. Дизайн купюра меняла четыре раза. На лицевой стороне портрет литовского поэта и драматурга Майронис. Оборотная сторона – военный музей имени Виталтаса Великого и статуя свободы в Каунасе. Майронис – настоящее имя Йонас Мачулис. Литовский поэт, либретист, выдающийся представитель литовского романтизма, теолог, католический священник. В 1891 году выпустил первую книгу «Историю Литвы» или «Рассказы о литовском прошлом». Автор сборника поэзии «Весенние голоса», автор баллады Юратии Каститис, а также множество стихотворных драм на тему истории. 50 литов. Дизайн менялся три раза. На лицевой стороне – портрет отца литовского национального возрождения Йонаса Басанавичуса. Оборотная сторона. Видно кафедральный собор Святого Станислава и колокольня в Вильнюсе. Йонас Басанавичус – литовский историк, фольклорист, публицист, общественный деятель, патриарх литовского национального возрождения. По его инициативе созван съезд литовцев в Вильню, было учреждено Литовское научное общество. 16 февраля 1918 года он подписал акт восстановления литовской государственности. Именем Басанавичуса названы улицы в городах Литвы. Он также изображен на серебряной монете достоинством 5 литов. 100 литов. Дизайн менялся два раза. На лицевой стороне – портрет литовского историка Симонаса Даукантаса. На оборотной стороне – Вильнюсский университет с костелом святых Иоаннов и колокольней. Симонас Даукантас. Литовский историк и писатель-просветитель. Собиратель фольклора. Автор первых трудов по истории Литвы, написанных на литовском языке. Создал основные труды. Историческое исследование обычаи древних литовцев. Фольклорный сборник, песни жмутские. Книги, предназначенные для просвещения народа. Записывал пословицы и поговорки. Даукантас положил основы литовской романтизированной национальной историографии. И был одним из первых идеологов литовского национального возрождения. 200 литов. Лицевая сторона – портрет литовского драматурка Ведуноса. Оборотная сторона – клапецкий маяк. Ведунос. Настоящее имя – Вильгельмас Старостас. Литовский драматург, философ, деятель культуры. Возглавлял культурную жизнь литовцев в Восточной Пруссии. Организовывал кружки и общества, хоры, выступал с лекциями, выпускал литовские периодические издания. Написал несколько статей и брошюр на немецком языке о литовцах, их истории и культуре. Автор пьес «Тени предков. Вечный огонь» развивал эклическое учение, основанное на элементах неоплатонизма. 500 литов. Лицевая сторона – портрет литовского литератора Винцеса Кудирки. Оборотная сторона – литовский колокол свободы и вид на долину реки. Винцес Кудирка – литовский композитор, прозаик, критик, публицист, переводчик, поэт. Автор десятка оригинальных стихотворений, также подражаний и переводов. Писал сатиры, публистические статьи. Издал два сборника народных песен. Важнейшее его произведение – национальная песня, ставшая государственным гимном Литвы. Кудирка также изображена на юбилейной монете 50 литов. Тысяча литов. Лицевая сторона – портрет литовского художника и композитора Чурлёниса. Оборотная сторона – фрагмент «Сказки королей». Николаус Константинос Чурлёнис – литовский художник и композитор, родоначальник профессиональной литовской музыки, далеко раздвинувший своим творчеством границы национальной и мировой культуры. Автор первых литовских симфонических поэм. Написал около 300 произведений в духе модерна. Имя Чурлёниса носит основанное в 1945 году Национальная школа искусств Чурлёниса в Вильнюсе. Единственная в Литве школа искусств с полным 12-летним циклом обучения. Банкноты номиналом в тысяча литов были напечатаны в 1991 году, но так и не были выпущены в обращение. С 1 января 2015 года законным платежным средством в Литве являются евро. На евро изображаются элементы архитектуры в разных стилях – готика, модерн, ренессанс и т.д. Литы обменивались на евро почтовыми отделениями и всеми банками, хотя до сих пор 480 миллионов литов так и не были поменены на евро. Напишите в комментариях, какая купюра литов вам нравится больше всего. Если вам больше нравились литы, чем евро, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, если у вас еще сохранились литы дома.